Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mazda 6 2007 года выпуска 1.8 Механика На этом автомобиле мы сегодня заменим правый передний ступичный подшипник Для этого мы поднимаем автомобиль снимаем колесо откручиваем суппорт скобу суппорта и откручиваем гайку привода Поднимаем и в процессе уже разбираем Поднял автомобиль открутил колесо, снимаем и сразу откручиваем гайку привода Гайка на 32 фиксируем снизу отверткой металлической через вентиляцию в тормозном диске и откручиваем гайку и откручиваем гайку Так как смазано все ходит нормально Теперь мы снимаем стопорное кольцо с рулевого наконечника Снимаем стопорную стопор с шаровой опоры с верхней Так как мы эту гайку и гайку на рулевом наконечнике будем откручивать Откручиваем гайку шаровой опоры Ключ на 17 Сегодня ветер у нас на улице сорвался Откручиваем гайку рулевого наконечника Тоже ключ на 17 И откручиваем снизу 2 гайки крепления кронштейна шаровой опоры к цапфе Головка на 21 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНСТАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также мы откручиваем цилиндр тормозной два болта ключик на 14 И подвязываем его чтобы он у нас не висел КОНСТАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНСТАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНСТАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНСТАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаем пружинки разводные и вытаскиваем колодки Эти пружинки почистим и потом установим на место здесь они сделаны отдельными пластинками Откручиваем сзади два болта на 17 крепления скобы к цапфе КОНСТАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все, скобу мы открутили, теперь откручиваем два фиксирующих винта тормозного диска, тормозной диск, тормозной диск надо по-хорошему заменить, но новые не заказывали. Напомню, что на следующую замену обязательно менять колодки вместе с дисками. Выработка уже большая. Берем ударную отвертку. Берем ударную отвертку. Сейчас попробуем, пойдет. Пошла. Пошла. Ой, эта пошла. Стучать не пришлось. Что значит, когда запчасть, соединение смазан. Вот этот подшипник, он у нас хрустит, трещит. Но самое интересное, он не болтается, а гул от него идет хороший. Сейчас мы отбиваем верхнюю шаровую опору и рулевой наконечник. Съемник здесь у меня не встанет. Зева съемника не хватает на длину пальца. Поэтому отобью молотком. Но перед этим открутим крепление. Провода на датчик АБС. Болт сверху. И болт на самом датчике. И вытащили датчик. Почистим его от грязи, когда будем устанавливать. Отбиваю. Вот отлив есть. В этот отлив отбил рулевой наконечник. Наконечник у нас живой. Тяга живая. Также сверху на цапфе есть отлив. Тоже в него стучал. Теперь откручиваю в шаровую до конца. И выдергиваю цапфу. Цапфа у нас свободна. Теперь мы ее приподнимаем. Шпильки сводим с кронштейна шаровые опоры. И выводим привод. Вот таким вот образом снимается. Кстати, хочу показать шаровые опоры. Это нижняя часть рычага. Это фирма FENOX, которую мы устанавливали. Шаровая. Очень радует. Она до сих пор живая. Но пробежал уже автомобиль в 10 тысяч. Посмотрим, как будет ходить дальше. Ладно. Идем выпрессовывать ступицу. Если шум будет слышно, послушайте, ветра пока нету. Это вот такой шум издает ступица. Шарики. Там похоже сепаратор развалился полностью. Ну а дальше все старым дедовским методом в домашних условиях. Я выбью ступицу кувалдочкой. Держим на весу. С этой стороны сепаратор целый. Снимаем стопорное кольцо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, какой хороший комплект! Помимо подшипника здесь идет новая гайка и новое стопорное кольцо. Потому что есть заменители с предыдущего кузова. По кроссу бьются, но у них нет вот этого магнитного кольца. Здесь, видите, металлическое, а здесь вот магнитное кольцо. Вот он. Проверить легко. С этой стороны она не держится. Поэтому, когда будете брать, обязательно обращайте на это внимание. Устанавливаем ступицу в упор, чтобы она по плоскости лежала. Не ступицу, а цапфу. Подшипник больше диаметром. Цапфа на него ложится, хорошо опираясь. Теперь берем, силиконом брызгаем посадочное. Новый подшипник магнитным кольцом ставится вовнутрь. Также брызгаем его силиконом. Брызгаемый кольцом. Брызгаемый кольцом. Итongу. Смотрите продолжение в следующей серии. Все, до упора он у нас дошел, теперь мы его старым подшипником допрессовываем. Смотрите продолжение в следующей серии. И устанавливаем новое стопорное кольцо. Смотрите продолжение в следующей серии. Все, как видно, кольцо село на место. Сейчас со ступицы срезаем внутреннюю обойму подшипника. Срежем мы ее болгаркой. Берем болгарку и по диагонали надрезаем. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь берем зубило и молоток. Все, вот таким образом она срезается. Ступицу, как вы видите, она не тронута. Протираем и запрессовываем. Теперь мы ступицу устанавливаем в подшипник. Смазываем ее. И заводим цапфу. Упирать нам нужно во внутреннюю обойму. Высоты нам не хватает, поэтому сейчас подберем что-то по диаметру. Упирать нам нужно во внутреннюю обойму. У подшипника пошла обойма. У подшипника пошла обойма. А, он у нас сел, поэтому пошла. Все, он у нас сел на место. А так он и запрессовывается. Никаких шумов теперь нет. Идем устанавливаем. Смажем привод. Смажем резьбы на шаровой, на рулевом наконечнике. И также мажем шпильки внизу, которые в кронштейн шаровой опоры входят. Заводим привод. И наживляем шаровой опоры. Наживляем рулевой наконечник. Шаровой опоры. Кстати, шаровой опоры мы, наверное, повернем, чтобы у нас шплинт поперек стоял. И наживляем. Снизу две гайки. Также наживляем гайку привода. Новую. Теперь эти крепления затягиваем и шплинтуем. И будем собирать дальше. Шаровую закрутил. Нижнее крепление закрутил. Рулевой наконечник закрутил. Еще гайку привода пока не закрутил. Зафиксировать ее не могу. Пока не поставлю тормозной диск. Немножко чистим посадочное. Смаживаем его с гонца. И одеваем тормозной диск. Закручиваем фиксирующие винты. Так же их ударом затягивать не буду. Устанавливаем скобу суппорта. Субтитры сделал DimaTorzok. Затягиваем ее. Устанавливаем наши пружинки. Конечно, с пластинками они здесь перемудрили МАЗДА, понаделали. Ненужного количества разделенных деталей. Теперь устанавливаем на место цилиндр. Забыл здесь такие разжимные пружинки идут. Правда, она уже одна надломана, отгнила. Но все равно мы ее поставим. Надо будет к следующей замене заказать ее новую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь мы можем гайку привода затянуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И последний штрих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаем на место датчик и прикручиваем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА